Добрый вечер Добрый вечер Андрей, вот действительно, тебе не показалось, что народу, не народу вернее, а самих экспонатов, автомобилей и коллекционеров на этой выставке гораздо меньше, чем на предыдущей весенней Весна всегда более активная, чем осень И здесь как раз я ничего удивительного не вижу Просто далеко не все решили выставляться Вот я, например, совершенно не вижу Вячеслава Лена, его компания коллекционные автомобили Может быть оно и к лучшему, а то он сейчас опять заставил бы весь зал своей военной техникой антикварной Хватит уже того, что здесь есть Вот, или, допустим, вместо реставраторов выставляются какие-то странные люди, которые способны поставить Волгу двигатель Тойота Вместе с соответствующим КПП Нет, я, конечно, понимаю, летать такая машина будет, но зачем? Какое-то вообще отношение имеет к истории? А так, в общем, у меня, конечно, есть претензии к экспозиции, но в основном она мне нравится даже больше, чем весенней А чем именно? Подбором экспонатов Очень много красивых автомобилей, очень много интересных автомобилей Таких, которые еще ни разу не засвечивались Например, целых четыре старых американца, которые стоят в рядок бок о бок за моей спиной справа Они еще ни разу не появились, ни разу нигде не засвечивались Вот, допустим, этот Дилайе, 175-й, фига нефа ласки Очень интересная, очень красивая машина, неожиданная Но мы ее уже видели В том-то все и дело, что мы ее уже видели на конкурсе элегантности И она засвечивалась раньше А эти четыре автомобиля, три Кадиллака и один Паккарт Они появились вот только что, буквально за несколько дней до И их никто еще не видел Такие вот вещи, они как раз и вызывают особый интерес Ты его не ждешь, а оно вот перед тобой Или вот, скажем, стоит напротив меня 72-я Победа Настояние реставрации Автомобиль для председателей колхозов Тоже ведь ее каждый день на улице не встретишь И на выставке, не на каждой, ее покажут Их было-то, в общем-то, не так много вытащено Ну, в общем, да, но еще их меньше сохранилось Потому что таки да, некоторые председатели колхозов На них все-таки растекали не только в кубанских казаках А и по правде Вообще машина была такая достаточно мере расходная Полуджип, полулегковушка В общем, то, что в середине 80-х годов Пытается делать конкретно компонент джип Чтоб четыре двери, но высокая подвеска Это такая аналогия То есть мы были первыми Нам иначе нельзя В Америке начали строить дороги А мы начали строить джипы Едва научившись Вот, теперь Значительно меньше стало непрофильных экспонатов Потому что в иные времена Ходишь только и видишь всюду, что какая-нибудь Прости господи, нацистская атрибутика Сейчас все есть, конечно Пусть расцветает сто цветов Но вообще вот эта вот фраза Насчет сто цветов Это явно сказали люди Которые выращивают рис, а не пшеницу Потому что из этих ста цветов 90-е, чем-то, кубики Сорняки, типа Василька Воспетового поэзии Которые вредные Которые душат полезные Но вот сейчас, слава тебе Господи Есть и то, и это Есть и модные шляпки Есть и хромированная бижутерия Но есть и нормальная запчасти К автомобилям Ну, это довольно важный момент Потому что любая выставка за рубежом Она именно, помимо винтажных вещей Помимо каких-то сопутствующих товаров Еще же куча Именно запчастных частей Двигателей Аксессуаров к автомобилям Хромированных деталей Это очень важно На том и самое ржавое хобби мира Что хром нам нужен в последнюю очередь А в первую очередь Нужна какая-нибудь шпилька Которая сломалась 50 лет тому назад В каком-нибудь двигателе И поди же ее найди А вот приезжаешь, скажем, в Эстин Или, скажем, в Херши И вот она лежит перед тобой Завет в овощенную бумагу И это ни с чем не сравнивая кайф Кайф, который не может сравниться даже с тем Который ты используешь Когда ты, наконец, загнал на место Первый раз завел этот двигатель Который 50 лет постоянно Вот именно радость обретения Что вот не было А теперь есть И ты ее привезешь домой И, даст Бог, поставишь нормально Туда, куда тебе нужно Но вот здесь вот с этим Вот сейчас идет Херши как раз Я не вижу здесь также Своих друзей из американской компании Хаймин Лимитет Потому что они сейчас едят в Херши Но Херши это событие мирового масштаба Точно так же, как и Эстин А мы пока еще локальные К нам сюда не очень едут Вот чего я, к сожалению, не вижу Так это представители зарубежных Реставрационных компаний За исключением латышей Эти приехали Но у них стендик значительно меньше Чем был на предыдущей галереи Ну да, в прошлом году Весной они привозили По-моему, три машины было Да, но это опять-таки Были результаты реставрации Вовседашний процесс Ну, на прошлой галереи Нам показывали Отверточную сборку москвича Что, конечно, интересно Но, опять же, это москвич Который сейчас просто Уже на каждом шагу Он в ресторане даже выставляется В качестве элементов орудия Так вот, допустим Хардрок-кафе Обязательно нужен Пластиковый Кадиллак 59-го года В натуральную величину Подверженный к потолку Так вот, у нас в ресторане Автомобильной тематики Обязательно стоит москвич Ну, то есть уже все Вообще, как тебе кажется Если говорить вообще об экспонатах Вот белорусы тоже привезли Тандерберт В принципе, машина интересная Я не столь детально осматривал Насколько интересна И насколько она Аутентична Той машине, которая была Выпущена в тот период Она вполне аутентична Я посмотрел на двигатель Все достаточно хорошо сделано Мелкие несопадения В цветах окраски Кузова и щитков Это не в счет Не обижается только кто Кто-никто не делает Ничего не делает Здесь все выполнено Старательно, тщательно И результат Производит впечатление Вот мне единственная К этой машине претензия Что у нее постоянно Пристыкован ее закрытый верх И по этому поводу Трудно отснять приборы Но это у меня уже Мои репортерские претензии Потому что съемный верх Классиковый Он правильный с этим С круглым отвертится Все правильно Иллюминаторы, в принципе По большому счету Эти иллюминаторы Которые были расположены В стойках Сзади Он этим и отличался И когда Форд пытался возродить Эту машину В начале 2000-х годов Они ведь сделали Этот концепт И потом запустили В Сирию Машину именно С такой же крышей И правильно сделали Просто Имеется в виду Я очень испугался Что это будет наш Тендерберд У нас тоже есть Белый Тендерберд Двухместный Первого поколения Ну, 1957-го года А это нормальная 56-го, 55-го Вот это вот Первый Но приходится слышать Разговоры о том Что это машина Меридин Монро Ну, не совсем У машины Меридин Монро Был другой цвет У нее Она была розовая Но точно такая же Здесь уже Не поскоришь Из песни Слово не выкнишь Ну, в пресс-релизе Написано В пресс-релизе Выставки Написано, что Президент Кеннеди В свой Инаугурационный Кораллон Включил целый Флот этих самых Тендербердов Что, в общем-то Понятно Он был человек Скорее Фордовский Так у нас Сталин был По-карзовски А Хрущев Козелаковский Вот так вот Кеннеди Был Фордовский Но с другой стороны Там у них сложно С этими Президентскими Автомобилями Потому что Когда Шел Трумэн На перевыборы Он Нажал на дилеров Чтобы Ему предоставляли Машины В каждом городе Куда он приезжает И С Дженерал Моторс Дилеры Его просто послали Потому что У них есть Своё начальство И какой-то там Кеннедрит Президент Который может Ещё не выбирать И ему, конечно Сугубо фиолетов Вот А у Форда Это всё было Налажено У него Дилеры ходили По струнке Он, значит Сказал И все взяли Под козырёк И все ему дали машину С тех пор Президенты ездили На фордовских Автомобилях Линкольн Ну да Это был период До Кеннеди Довольно долго Ну и Кеннеди тоже По-моему При Форде был В Кодиллак С 65-го года Как-то так Как тебе кажется Вот Если Говорить О тех Недочётах Даже не недочётах А о тех Автомобилях Странных На твой взгляд И странных В общем-то На Взгляд Любого Человека Кто действительно Интересуется Историей Автомобильной Появление Вот этих Машин На непонятных Колёсах Которые Мы вот видели С непонятными Салонами То есть Кузов 21-й Волги Сохранён Но при этом Что там внутри Уже То есть Это всё-таки Специфика России Или Требование Ещё И потребителя Того же Довольно Специфичного Потребителя Которому Всё равно К сожалению Ему не всё равно Он хочет машину под себя, он платит деньги, и он потом танцует на эту девушку. По всем выставкам, что вот какой я крутой. У меня это самое запорожец с сиденьями от Кадиллака и с двигателями от Мерседеса. Но есть такие люди, которым обязательно нужно, пусть будет, как говорят украинцы, хоть гинша, а бы гинша. Пусть будет хуже, но не так, как у всех. Ну, можно, конечно, может перевесить двери на Волге, так что они будут открываться кверху, как на Ламборгене. Ну, можно, но зачем? Можно ли пить водку носом? Можно, но зачем? Ну, это действительно так. Это как раз анекдот из области армянского радио, а это и Волга, и с такими дверьми занимается, по-моему, как раз армяне. Сделано, конечно, грамотно, сделано качественно. Они показывали, они были у нас в эфире, они показывали, как они решали вопрос с жесткостью кузова, потому что там накручение, естественно, при срезке крыши, ты сам понимаешь, что жесткость кузова уменьшается. Нормальные люди просто уваривают вторую секцию пола поверх первой, и так же вот. Вот же у того же Лена стояла парадная 24-я Волга, открытая, и совершенно спокойно у нее уварили вот эту вот самую вторую секцию пола. Поставили, кстати, микрофон, репродуктор, чтобы не сказать, мотюкальник, и забыли сделать верх. Ну, не нужен, машина есть только в открытом виде. Был презентовый чехол, он спокойненько лежал на заднем сиденье. А когда машина ездила принимать парад, так и вот он спокойно убирает. Специфика, специфика потребления. Кому-то нужна вот такая вот, кто-то хочет Волгу, чтобы она у него стреляла. Ну, ладно, она у него будет стрелять, ты поменял ей двигатель, ты поменял ей АКП поставил. Хотя, мало я видел машин, которые с автоматом стреляют. Все-таки это достаточно вальяжная вещь. Но мосты-то ты не поменял. И ежели ты будешь кидать на этот различастную главную передачу момент, который он не в состоянии проглотить, просто-напросто все это дело себе срежешь. И этим все кончится. Но переделки отечественных машин-то уже давно, и не первый раз, и не второй. К славу Богу, сейчас таких машин вот на экспозиции все меньше и меньше. Я помню галереи, где этим эспахабингом занималась едва ли не половина участников. И слава Богу, сейчас организатор Илья Сорокин, наконец, дал большинство этой публике отворот-поворот. По крайней мере, теперь хоть глаза не режет. Вообще, как ты думаешь, насколько будет сильно и вообще будет ли развиваться движение? Потому что да, есть имена, хорошо всем известные. Есть коллекционеры, которые завоевали уже уважение не только здесь, но и за рубежом. Потому что они действительно делают очень качественно свою работу. Стараются сделать. Ну, как Шаманский, в общем-то, да, как Лен. Это люди, которые много знают не только об автомобиле, много знают и по истории. За дороги за свою мастерскую, да. Вот. Они знают по истории очень много. Они знают по истории создания этих машин. Они интересуются этим. То есть не просто самим автомобилем, а все, что было вокруг него. Они пытаются сделать как можно более качественный продукт, потому что, ну, я говорил с иностранцами, которые приезжали и смотрели эти машины. Они говорят, что действительно практически безупречно сделаны автомобили. Тем не менее, как ты думаешь, будет увеличиваться количество таких людей? Хотя и в нашей стране, учитывая, опять же, специфику, не может быть много при тех сложностях и трудностях, которые существуют у любого коллекционера, собственно, при привозе автомобиля сюда и поиске запчастей, возможности транспортировки их в нашу страну. Если человек чего-то хочет, то он этого добьется любой ценой. Каких бы ему припомнений, каких бы полых колес не ставили. Я так думаю, что если правильно пойдет дальше развитие нашего государства, то и люди такие будут появляться в дальнейшем. Я, по крайней мере, буду стараться, чтобы народ интересовался больше настоящей старой техникой, нежели современной, которую можно купить, через три года выбросить. И потом, через 50 лет, коллекционеры будут плакать и гоняться именно за такой одноразовой машиной, за какой-нибудь Тата и Нано. И будут страшно обламываться от того, что им не удалось такую машину высыпать, и они все развалились довольно-давно, 49 лет тому назад. Я полагаю, что трудности являются временными, но заниматься этим делом нужно, потому что у нас в основном реставрацией занимаются музейщики. То есть у них есть хорошо развитые мастерские, которые могут там выполнить ту, другую и пятую, десятую работы. А, допустим, за заменой хрома, аутентичным покрытием на бамперах и прочей отделке, как мне сейчас жаловался один реставратор, вот только что буквально перед эфиром, детали приходится возить не куда-нибудь, а в Волгоград, на завод медтехники, где еще скальпели, щипцы и, как это будет? Зажимы. Зажимы и зеркала еще не разучились покрывать нормальным хромом. И у них есть достаточно большие ванны для того, чтобы от Гальвани понанести. Потому что в Москве это уже давно нельзя сделать. Вот стоят по залу два запорожца, и у одного крашеные бампера, у другого, правда, нормальный хром. Ну, казалось бы, запорожец, но небольшая же машинка-то. Совсем. А когда тебе нужно, скажем, захромировать что-нибудь, ну, кажется, от 56-го года, стоял тут такой три года назад, по-моему, вот, ну, это же 2,05 от уха до уха, и еще они должны за угол зайти, то есть пойди найди такую ванну, и никто не берется. А те, кто берутся, те требуют неимоверных денег и не очень хорошо делают работу. Потому что нужна, прежде всего, большая ванна. Но это ты можешь хотя бы под диагональю туда расположить и выдержать. Ну, собственно, как вот гость из Германии, представитель одной компании, который был вот у нас тоже в студии, когда я забыл вопрос о качестве изготовленных автомобилей, он сказал, что отечественные автомобили, конечно, практически безупречны, отечественные наши машины. А вот у него возникли претензии именно по хрому, потому что, он говорит, я осматривал некоторые автомобили, сделаны по покраске, говорит, очень хорошо все, за исключением мелких деталей, в которых разбирается действительно большой профессионал и специалист. Но, говорит, вот по хрому у меня есть претензии. И вот я стал спрашивать, как вообще развивается у них в Германии подобная ситуация, и вообще как обстоят дела. Ну, мало того, что там налоговые послабления огромные для владельцев, так еще. И он сказал очень интересную вещь, что мало кто занимается реставрацией от и до. Есть, говорит, компании, вот мы, говорит, занимаемся кузовами, кто-то занимается моторами. Третий, говорит, финишная доработка автомобиля, говорит, это занимается еще одна компания. То есть, вот у них происходит четкое разделение. Тут же надо понимать, что помимо любви к этому делу, помимо каких-то, может быть, эстетического насложнения, это еще и бизнес, и большой бизнес. Не маленький. Это то, что вот сейчас мне описал эту ситуацию в Германии, это на самом деле швейцарский способ, так называемый. Когда кто-то из наших съездил в Швейцарию посмотреть, как там организовано часовое производство, он наткнулся на натуральное хозяйство. Деревня. В одной избе режут шестерни, в другой точают трибы, в третьем изготавливают пружинки, а в пятый, в десятый все это собирается вместе. Получаются замечательные швейцарские часы, нашли работу. Ну, так же вот и в Германии. Но у них страна-то маленькая. А вот мне нужно, например, расформировать себе бандер в Волгограде, а после этого мне где-нибудь в Уренгое должны сделать, грубо говоря, ну, резинотехнические издения, скажем. Вот, и я должен ехать в Уренгое. Так что нам бы все-таки лучше как-то держать эти вещи в одних руках. Вообще, может быть, имеет смысл, слава богу, вот от Билли удалось протолкнуть закон, который позволяет привозить сюда сейчас коллекционный автомобиль. Потому что тогда все хватались за голову, если мне не изменивать память, два года назад, когда были введены заграждающие таможенные пошлины, и эти автомобили были приравнены к несоответствующим экологическим стандартам, что, в общем-то, ну, сродни идиотизму, по большому счету. С другой стороны, ожидать... Ну, сейчас очень модно стало ездить на автомобилях у власть-продержащих в исторических пробегах, участвовать, правда, на сомнительных победах. Нет, Лагонда была несомнительной, вполне нормальная Лагонда. Если имеешь в виду Лугускова, когда он шел в миле-миле, у него была нормальная Лагонда? У него была... Нет, я имею в виду последний пробег двух президентов Украины и России, когда там победа, насколько я понял, она была и с автоматом, и с двигателем от другого автомобиля. То есть, ну, я и сказал, что это сомнительный вариант истории. Ну, там трудно в победу что-нибудь тиснуть. Ну, тем не менее. Это достаточно узенький моторный осек. Узенький моторчик, да, моторный осек там узкий. Тем не менее, в общем-то, стоит ли ждать, и вообще, какие шаги можно предпринять для того, чтобы эта проблема все-таки была решена, потому что, ну, хоть не привезти из-за рубежа, но хотя бы восстановить, а иногда и даже те машины, которые были чудом вывезены в нашу страну после войны и могут быть сохранены в единственном экземпляре для того, чтобы привезти сюда запасные части, заказать. Вот те же немцы сказали, что у них один день срок поставки запчастей. Страна-то маленькая. Ну, еще и скорость изготовления, потому что ты сам понимаешь, что все это есть, по большому счету. Это можно сделать. Что можно предпринять, вообще нужно ли предпринимать, поскольку это же действительно автомобиль часть истории. Я не устану это повторять, и так уж вышло, что более ста лет мы живем с этим четырехколешным, изрыгающим дымом чугов-чудовища, на котором мы ездим. И любим его. Да, и любим его. И, соответственно, чего-то непосредственно связан автомобиль с историей, поскольку кого-то убивали на них, кто-то уходил, кого-то грабили, как тут вот, когда был юбилей транзита Форда. Мне редакторы тогда подсказали очень интересную, там, нашли статистику. 70% ограблений в Британии было совершено с появлением этого автомобиля именно на этих машинах. А сколько там народу было зачато? Ну, можно сказать и так. Тем не менее, что нужно делать для этого? И нужно ли делать, поскольку, с одной стороны, есть более, наверное, насущные проблемы у государства, но это же тоже часть истории, и часть истории и нашей страны тоже. Если отказываться от истории, то никуда, кроме как тупик, мы не придем. На Западе это поняли очень давно. На Востоке даже начало до японцев доходить значительно раньше, чем до нас. В результате у них выходят шикарные альбомы с этими ихними ранними малолетражками, на которые без слез не взглянешь, рядом с которыми наш горбатый запорольцы выглядит вдохновением, творением самого пенинфорины. Ну, в том-то и дело, что очень долго старая машина воспринималась именно как старая машина, а не как элемент какого-то там винтажа или памятника прошлого. Это было просто что-то, от чего лучше бы избавиться вовремя. Что нужно делать? Нужно, прежде всего, во-первых, поменьше ставить палки в колеса. Тем, кто собирается этим заниматься. Вот это, между прочим, задание для тех, кто занимается развитием малого бизнеса. Хочет человек, а скажем, гальваническую мастерскую, какая у нас вот была, например, в Москве, на углу Советской Армии Трифоновской, вот такую маленькую, аккуратненькую гальвано-пластическую мастерскую. Пусть открывает, пусть он два года не платит этих самых налогов, но пусть такая штука будет, чтобы нам не ездить на этот самый разнесчастный завод гинекологических щипцов за 7 верст. И точно так же должны поступить питерские, у которых тоже наверняка таких машин есть, и немало. Хотя у них близко Финляндии и проще доехать до Финляндии. И то же самое должны делать в Перми. И то же самое должны делать в Казани. В том числе и дело, что нужно развивать на местах эти вещи. И привлекать молодежь, как в свое время делала команда из «Самса». У них там было очень много мелких, которым доверяли не ошибка сложной работы, но к концу, так сказать, деятельности этого клуба уже достаточно много народа получило что-то себе в руки, какую-то профессию. Не обязательно там точить эти самые фасонные детали на станке 50-летней давности, как небезызвестный Токолец из Подольска, сотрудник замечательной конторы «Волота в гараж». Но что-то они уже умели делать. Вместо того, чтобы дуть пиво, смотреть идиотские телевизионные сериалы, можно было повозиться с железом, или, если уж ты и девчонка с кожей, сшить какой-нибудь салон. Или хотя бы шторки. Вот нам что нужно сделать. Нам нужно продвигать эту идею. Ну, вот, тем не менее, если мы будем сравнивать, сопоставлять и делать какие-то выводы после каждой галереи, все-таки у нас процесс раскручивания пружины идет, или он как бы такой довольно необычный, когда как пружина сжимается и разжимается? Это не пружина, это знаешь, что это гидромофта. То есть мы на нее нажали, а она то проскальзывает, то схватывает. И вот так это, плавными такими рывочками, ну, прогресс идет вперед. Все-таки не шаг вперед, два шага назад. Нет, липси мы здесь не танцуем. Шаг вперед, два шага назад – это танец липси. Жаль, нету булочек, я бы показал. Вставил бы две вилочки. Вот, ну, поступательные движения я, например, вижу. Но это все медленно, слишком медленно, куда медленнее, чем хотелось бы. Но Божья мельница, как известно, медленно. Если хочешь, чтобы что-то поменялось, начинай прямо сейчас. В чем оно выражается, ты говоришь, поступательное движение? В чем оно выражается? Насколько тебе кажется, что будут появляться большее количество экспонатов, больше интересных экспонатов? Или все-таки мы просто будем видеть более качественно сделанные автомобили? И то, и другое. Потому что у нас же все-таки осталось ограниченное количество того, что было везено 50 лет тому назад. Машины не жалели, машины резали, машины списывали. И очень немного удалось спасти с тех пор. Поэтому нам нужно достичь какой-то критической массы антикварного железа у себя здесь. А до достижения этой массы еще очень далеко. Вот, а с одной стороны. А с другой стороны, если люди будут набивать себе руку на восстановление, так они скоро встанут вровень, ну, я не скажу, что прямо с Бартом Холландом, но со среднезападной компанией они вполне встанут. А, даже так? Ну, у нас же есть кому работать руками. У нас могут быть косяки с материалами. Вот захотел человек покрасить себе антикварную машину современной эмалью Кенди Апл-Ред? Покрасил. Машина выглядит блескучно, машина выглядит глаз не отвести, но это неправильно. Был хороший серенький корзик, никого не трогал. Надо было его выкрасить этим, сейчас выглядит, как мокрый клубничина, который съесть хочется. Но это же автомобиль, где клубничина. Ну, тем не менее, вот, кстати, мы с тем же Ильей Сорокином говорили об этом. Он говорит, да, очень многие говорят, ты знаешь, вот я машину покрасил, ну, она вот, такое ощущение, что она сошла с конвейера только что. С другой стороны, он говорит, я же не буду ее красить в течение 10, может, даже 20 еще лет. Она не будет гнить, потому что она стоит в гараже, ездит она только летом. Но, как бы, эта краска все равно покроется благородной патиной, в общем-то, и она все равно будет другой по прошествии времени. Ну, во-первых, нужно ждать пока. Конечно, любой арбатский особняк очень скоро облопится при наших-то погодах. Но машина, как тут было верно замечено, стоит в гараже, поэтому она не так скоро облопится. А, с другой стороны, вот этот вот самый Кензи Апл-Ред, еще там метал флейк, кстати, самые, все блестит, сверкает, но не в 36-м году металли. Таких технологий, естественно, нет. Вот, надо же соображать. Пожалуйста, покрасьте нормально красным цветом. Она в свой срок патинируется. Ну, вот, например, опять-таки, мой добрый приятель Марк Хайман, который занимается поставками, в том числе и к нам, антикварных автомобилей, он стоит за то, чтобы машина оставалась так можно дольше в оригинале, не перекрашивающей. Вот она помутневшая, потускневшая, может быть, где-то каракедюры появились, но она оригинальная. Вот, например, с нами, пока я еще ездил за границу, с нами ходил на пробег Плимут 39-го года, двудверный. Он не красился с 39-го года. Он был замечательный бирюзовый. Он был, конечно, матовый, но на нем всегда висела табличка, когда он останавливался, что он не перекрашивался. И от этого народа вокруг него собиралось трое больше. Кто-то его, опять-таки, вражина ему тиранула бок. И пришлось, сперва они зашпаклевали, но в такой цвет же, конечно, не попадешь, и технологии-то другие. Пришлось им всю машину на круг перелачить черным цветом. После этого она, конечно, блестела нестерпимо, но вид был уже не тот. Не было вот этого вот обаяния старины. И ушло оно куда-то. Ну, в общем-то, все уходит, самое главное, и все возвращается. Самое главное, что интерес к... Это видно, что и посетители, несмотря на то, что сегодня тоже рабочий день, что посетители на выставке есть, что... Что здесь завтра будет, то... Ну, да, что их много. Метро-то подвели. Да. И это важно. Важно, что все-таки интерес к истории не только нашей страны, но и зарубежной, он есть, остается, и... Надо его подхлестывать. Ну, подхлестывать здесь, к сожалению, это не только забота Ильи Сорокина, не только забота нас. Это наше общее дело. В общем-то, да, это, наверное, только вместе мы сможем решать эту проблему, пропагандируя, расширяя круг людей, которых можно заинтересовать. Возьмемся за руки и Богу, если оно так. Спасибо огромное, что пришел. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители. Действительно, это очень интересные выставки, и мы стараемся делать, чтобы расцветить их еще больше. Помимо программы мы приглашаем интересных людей, которые рассказывают вам много нового. Оставайтесь с нами, смотрите программу Попучек, и теперь канал Автоплюс. Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Телеканал Автоплюс программа Попучек, но выходит она не из студии Востанкина, а с ултаймер галереи Ильи Сорокина осенний 2010 года, ултаймер галереи из нашей передвижной студии, с нашего стенда, с стенда Телеканал Автоплюс на этой выставке. Наш стенд посвящен юбилею, юбилею автомобиля, который можно назвать революционным, можно назвать вехой в истории нашего автопрома и восприятии автомобиля, так сказать, нашим человеком. Это VAS 2101, 40 лет машине, но есть еще один юбилей не менее эпохального автомобиля. Автомобиля, который, например, ассоциируется у меня с всей моей жизнью. Вот сколько, наверное, 24-й Волги лет, столько и мне. И мне особенно приятно в связи с этим видеть здесь Вадима Никитича Насакова, человека, который был главным конструктором многих газовских машин, в частности, ГАЗ-14 Чайки, но человеком, который является автором оперения ГАЗ-24. Я правильно все говорил? Да, точно. То есть обликом Волги мы обязаны Вадиму Никитичу. Да. Вот. У меня была 24-ка. Я поэтому говорю сейчас не только как человек, не как журналист, не как человек, так сказать, немножко в теме, но как бывший владелец буду с вами общаться на эту тему. Полтора года я ездил на этой машине. С 89-го по 91-й год. Здравствуйте. Никитич, почему получается так, что даты разнятся, появление 24-ки на свет? Официальная хроника говорит о 70-м годе. Лично у меня данные есть о 68-м, то, что машина появилась в первом 68-м году. Кто-то называет 69-й год. Это 68-й и 70-е годы. Это правильные даты. Но 70-й год – это когда 24-я заменила на конвейер 21-ю. И когда она пошла уже по всей производственной цепочке 21-й «Волги», то есть массовое производство. А до этого автомобили выпускались мелкосерийным производством, не шли даже по сборочным конвейерам, а шли по отдельным сборочным линиям. В 68-м году. То есть презентация автомобиля состояла в 68-м году. Даже в канун 68-го года. Вся центральная пресса и мест написала в декабре 67-го года, а с начала этого года она была в производстве. Но там было выпущено всего несколько сотен машин. Однако, однако, я могу сказать, что и даже эти сотни, ну там было около двух тысяч машин, они сделали погоду, по крайней мере, на московских улицах. Я очень остро вспоминаю те времена, когда мы, появляясь представители, специалисты газа, руководители в Министерстве автомобильной промышленности. И тут вот у нас здесь, в такой детском мосту, очень неласково встречали, потому что «Москвич» вышел с новой моделью 408-й, а мы 21-ю продолжали штамповать. Что застой, вот это мы были примером этого застоя. И когда... И 21-я была уже, конечно, внешне очень архаичной, она была уже, да. Да, к этому времени действительно так. И особенно на фоне вот блистательных таких новинок москвичам. И когда в 68-м году появились, они в первой партии машин шли, конечно, в Москву, они все были черного цвета, они разошлись, конечно, по всем правительственным гаражам. И они в центре Москвы стали делать погону. И вы понимаете, у нас как будто у всех представителей газа, которые пребывали в Министерстве, как будто погоны выросли. И нас стали уважать, за руку, значит, здороваться. Вот так. Вот что такое был 68-й год. Ну, это, можно сказать, это были столичные, что ли, партии. А вот скажите, пожалуйста, Леонид Ильич, первые вот эти 24-ки 68-го года, они были все-таки с 21-го унифицированы? Нет, нисколько. Это были все равно уже абсолютно новые машины, да? Да, вот что можно сказать про 24-ю? Там все изменения, которые были по ней, вот включая даже 80-е годы, только до самой 24-10, они были очень стабильные. Изменения были, но они очень были незначительные. То подфарник, вот, то руль по требованию безопасности, то надпись появилась на крыле, это не было, боковые вот поворотники. Ну да, да. Да, мелочь. А так она была очень стабильная. Она сразу была сделана в том исполнении, в котором она и продолжала. То есть переходных вариантов не было? Нет, 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 не было. Да, было только количественное освоение и замена 21-й. Ну, я могу что добавить про те времена? Я просто очень сейчас особенно доволен, что успел застать проектирование этого автомобиля с чистого листа. Когда я пришел на завод, а у меня был еще дипломный проект на тему кузов автомобиля «Волга» 21-го, но новый кузов перспективного типа. И проект был такой, показалось всем оригинальным. И меня взяли, забрали прямо на завод и посадили за разработку кузова передней части оперения. Это капот, крылья, облицовка радиатора, бампер и то, что внутри, брызговики и подмоторная рама. И вот я как раз чертил вот эти вот ребрышки, блюдечки вокруг фар. Я даже не представлял, сколько лет суждено этому моему первому проекту жить. И вот думал я, чтобы о нем отмечать 40 лет. Действительно, это машина времени, машина истории. И что вот я, например, сейчас особенно ценю. Как хорошо, что мы застали разработку чистого листа. Был первый вариант, второй вариант, третий вариант. Было много незачетных вариантов. И как хорошо, что мы на них не остановились. И в производство пошел третий, максимально доработанный, не только конструктивно, но и, главное, по внешнему виду. Потому что первый вариант представлял из себя, ну, тогда очень эффектный вариант крупного москвича. Большой, пошире, подлинней. Но москвич нравился всем тогда. И наши дизайнеры тоже не могли. Ну, и это была общая тенденция, кстати. Вот. Потом от него мы все-таки уходили. И пока колебались, пока не причалили вот к этому своему сокровенному, что ли, облику. В чем была уникальность 24-ки? За тот вариант, который мы боролись еще, будучи молодыми, на техсовете. Пригласили туда, на техсовет Юрия Родышева-Долматовского. Он, можно сказать, там сыграл очень хорошую и важную роль. Было два конкурирующих македа. Один, грубо говоря, большой москвич, второй вот этот, который 24-й стал. Он сказал так, я не хочу обсуждать вот тот Еремеевский вариант. Еремеев – это автор «Зима», автор «21-й логеря» в Петербурге. Да, да, да. Он говорит, я его обсуждать просто не буду. Не потому что он мне не нравится, потому что я боюсь, что вдруг вы не проголосуете вот за эту, за эту самчужину, которую надо сейчас обязательно, значит, утвердить. И он, я, говорит, с удовольствием, я его пощипаю, чтобы лишить ее таких недостатков, которые мне сейчас нравятся. Там были круглые арки колеса все, круглые по цирке. Он говорит, у вас все-таки не спортивный и не москвич, у вас солидный представительский автомобиль. Вот такие были замечания. Я, говорит, очень хочу. И после этого он, как-нибудь, повернул, лед тронулся. И небольшим количеством голосов, ну, консервативные собралось там руководство. Было решено в пользу этого макета. Мы были просто очень рады, что наш проект прошел. А скажите, пожалуйста, вот все-таки не будем отрицать, что «21-я Волга» была внешне очень самобытной. Она была для, так сказать, Советского Союза просто прорывом в эстетике. Но это, по большей части, переосмысленные элементы американского дизайна. Безусловно. Чайка, ГАЗ-13, то же самое. Это абсолютно инспирированно. Вот «24-ка», появившаяся в 68-м году, даже в 67-м, она была, ну, очень современна тоже для своего времени. Потому что очень похожие формы имел «Опель Капитан», тогда очень похожие формы имели большие «Форды», европейские, подчеркиваю, да. Вот у вас был тоже какой-то источник вдохновения? Вы изучали, что делают какие-то конкретные компании? Или вы просто имели представление о том, вот тенденция современная такая, будем работать в этом ключе? Я могу так сказать. Вот эти модели вы правильно вспомнили, и мы, и нам о них напомнили. Но знаете, когда напомнили? Когда мы автомобиль представили на сертификацию, на получение патента, нам именно эти две машины и придем поставили. «Опель Капитан» и «Форда» у нас, 27. Но это модели были 1966-1965 года. А техсовет, который решил судьбу 24-го, был в январе 1964 года. Об этом «Опеле» и «Форде» тогда никто не знал, кроме самых разработчиков. Во-вторых, мы поставили рядом «Опель Капитан» и «24-ку» рядом, чтобы и те подняли руки, потому что крыло переднее, заднее, стекло, капот, профиль. Ну, машины отличаются очень. Больше, чем «Опеле» и «Форда» отличаются, да. Тем более таун. И, скорее всего, корни «24-ки» были. Конечно, мы все изучали. И «Шевроле» и «Шевроле-2», и «Форт Фалкон», и, безусловно, там «Шевроле» 1963-го года тоже «Анерика». Но Европа победила. И когда на техсовете были, я сам выступал. Я говорю, смотрите, вот первый вариант, он напоминает все-таки американскую школу. Хватит, мы на «24-ку», на «21-ку» уже это прошли. И ее, как считаете, она была самая американская среди европейцев в «21-ку» и самая европейская среди американцев. Ну, хватит, чтобы нас сравнили с Америкой. Вот, эта машина, та, которая... И меня там поддержал даже, знаете, кто? Меня поддержал «Портком». Запрещаем копировать. Давайте наша советская, да. Хоть это и сейчас звучит иронично, но нам это тогда пригодилось. И источником одним из главных было «21-е». Мы сохранили от нее вот эту главную складку по боковине. Да. И решетку радиатора. Бамперы вот эти, значит, остренькие. То есть была попытка сохранить какое-то фамильное лицо, да? Чертые. Да, традиции. Да-да-да. Это... И если посмотреть предыдущий вариант, ну, тот, который, например, у «Москвича», это, как сказать, у которого, тот же «Москвич», которому сделали боковину в «Волге», сделали ребра на верхней части крыла, такие жесткие. Они заменяли хромированные молдинги. Все тогда угрошали автомобили накладками, как и «Чайка-13». Здесь не нужна роль накладок играл сам блик автомобиля за перелом поверхности. И вот еще что. Мы ведь достигали, ну, мы, я не могу так за всех, ну, наши дизайнеры, что? В чем уникальность облика 24-й формы? Это плоские панели, которые пересекаются между собой с острыми грянами, но эти грани образуют плавные линии. Закругление сверху, и ты смотришь, переход крыши в багажник. Это плоские и четкие грани и плавные линии перехода. Вот сочетание плоскости и плавности – это вот родство, которое, кстати, если после этого я стал собирать, действительно, капитан Кангада Макуева купили для сравнительных испытаний, уже госиспытаний, что-то мы узнавали в нем что-то свое. Так же, как Хольден американский, как, значит, Рено 16, которое появилось, там боковина, если по сечению. Я в новых автомобилях узнавал, даже в Арборд новой появился модель, который заменил пухлый. Там тоже такая передняя часть была, облицовка выступающая вперед. То есть мы убрали эти козырьки, убрали эти острые углы, мы сгладили свою собственную предыдущую конструкцию, получили вот этот автомобиль, который являлся образом. И сейчас «Волга», она не кажется такой уж архитектурным стариной. Ну, на самом деле, я хотел чуть-чуть отложить вопрос про нынешнюю «Волгу». Все-таки сказать, что действительно машина удивительным образом прожила потрясающе долгую жизнь. Удивительно просто, да. И при этом она действительно первые лет там 15-20, может быть, даже, оставалась более-менее современной. Особенно в условиях, так сказать, изолированного советского рынка. Все автомобили расходились, что еще надо? Да, я помню прекрасно, как у меня была уже «Волга» не но, у меня была 24-50, но тоже холодильник. С этими, значит, с кнопками. И еще в 90-м году ко мне на колонках подходили люди, говорили «Продай». Да. Потому что, да, это был… Дефицит еще был. Да, это был еще дефицит. Я же могу сказать, что когда мне по высочайшему президент компании, генеральный директор завода, разрешил продать «Волгу» 24-10, вот, конструктору, пускай главного конструктора. Дефицит только после решения генерального директора. Нужно еще подвесить правкома и паркома. И когда я наконец-то получил эту «Волгу», ставил свой гараж, ко мне ведь прямо подходили до войны. Тогда можно трехкомнатную квартиру за новые 24-10. Да, это правда. Я говорю, зачем? Наверное, сама была как малогабаритная квартира. Теперь давайте перейдем, может быть, немножко не к вашей истории, не к зону вашей ответственности, но наверняка вы можете много об этом рассказать. Все-таки автомобиль внешне был очень современный. Но если мы возьмем его начинку, то она уже даже по тем временам была, мягко скажем, консервативной. Я буду мягко говорить консервативной. Уже тогда начался переход активно независимой задней подвески. Это уже пошло. Я про двигатель, молчу тоже и про его характеристики веса самого мотора на объемы, на отдачу мощностную и так далее. Четырехступенчатая коробка, которая держалась очень долго, хотя уже начинались пятиступенчатые и так далее. Почему вот так мало внимания уделялось именно техническому совершенству автомобиля и сохранялась, по сути, конструкция 30-х годов? Ну, давайте я отвечу. Это вот смазывание шкварней, вот это, да, то, что уже немыслимо это было по временам начала 70-х годов. Причин несколько. Причем они и объективные, и субъективные. Многие, хотя и писали, вот почту, вот я сам лично писем получал. Горький завод «Волга» и все. «Волга» в структуре завода занимала 10%. До 90% был завод грузовиков для армии и для сельского хозяйства. Они кормили, они сделали славу завода. А «Волга» была ширпотребом. Не таким ширпотребом, как в нынче понимании. Это шло. Половина машин шло в такси, остальное в административно-хозяйственный аппарат. Все начальники всех франгов ездили от ЦК до районных. И это туда шло. Такси и вот часть, оставшаяся на экспорт, и что не удавалось продавать за границу, шло население. Поэтому население эти машины не видело. Это вот был приоритет, конечно, грузовиков. Во-вторых, завод массового производства. «Волга» была не массовая, не профильный. И в-третьих, это уже консерватизм нашего руководства тогда. Потому что с грузовиками не было проблем. 1200 грузовиков в день отгрузили и забыли. А здесь надо заниматься качеством, заниматься сбытом, заниматься контактами. Просто это был не профильный завод. И те, кто стоял у руля, она была старинкой в глазу. То есть, по сути, «Волга», которая у многих ассоциировалась как бы с Нижним Новгородом, являлась как бы символом Горького и символом завода, на самом деле была нежеланным детем. Да, нелюбимым. Вот это очень потрясающе. Это очень интересная история. И было очень обидно. И в истории, вот смотрите, 24-ка, почему она в 70-м пошла только? Хотя мы документацию в 65-м закончили. Потому что были приоритеты другие. То надо новые грузовики, то в 68-м году арабский кризис. И отложили на 2-3 года вообще. Мы для завода, для «Волги» строили пристройку кузовного корпуса. Это заморожены были средства для новых четырехосных бронеспортеров. Поэтому на первом месте военная продукция грузовая «Волга» была на остаточном принципе. Это было очень обидно. И даже наша дирекция, вот в лице конструкторской и инженерной администрации, даже получила где-то выговор за невнимание к легковому автомобилю. А сбыть тогда расходилось то, что есть в лёд. Ну, понятно, конечно, это даже сомнений нет. То есть и за любые деньги, за любые деньги, конечно, машины 2-3 раза перепродавались. Нужно было разразиться кризис с 94-го года, чтобы пошла «Волга» в тираж. И в 29-е она уже двойным тиражом шла и стала всеми иным автомобилем. Да, но вместе с тем очень сильно упало качество. Потому что тогда машины красили просто на металл, даже без грунта. Очень сильно упало качество комплектующих. Машины разваливались на глазах и сгнивали буквально за 2 года. Это не секрет. Не секрет, что количество, количество, оно переходит с качеством, когда одно увеличивается. Это, ну, сейчас уже не секрет. Вот машина прожила почти 40 лет в производстве. Да. Потому что все эти эволюции, пластиковый бампер, молдинг, это всё равно «Волга» она была совсем недавнего времени. До прошлого года, да? Были ли какие-то всё-таки предприняты попытки внутри завода сделать «Волгу» нового поколения? И когда они появились? Попыток таких было несколько. Я могу перечистить. То есть, извините, пожалуйста, Савельевич, я говорю не о том, чтобы перерисовать существующую машину, а изменить форму крыши, изменить, перенести стойки. То есть, понимаете, да? Если крыша и днище тоже, эта машина та же. Вот другую совсем машину. Ну, вот сейчас исторически всё можно по полочкам даже расставлять. Где-то в сильные стороны, где-то в слабые. Вот одна из первых попыток. Это был 3102. Хотели просто малой кровью сделать новую машину. И она была сделана. Но в тираж она не пошла, потому что было неожиданно так, для производства так много нового. Фарокамерный двигатель, дисковые тормоза, новый полностью интерес с этим пенополиуретаном, панель приборов, сиденья ковшового типа. И двери тут тоже без фортичек, с крючком, без камерной шины, раздельный привод тормозов, дисковые тормоза, бензобак. Так много. Прямоугольные фары, что не выдержали поставщики на всё это изделие, переход на главный конвейер, на полный тираж. У них уходил десяток лет. Они никак не могли. И поэтому «Волга» 3102 прошла. При 70 тысяч выпуска всех «Волг» 3102 делалось 1-2 тысячи в год. Но когда можно было раскрутить уже на весь канал, уже потребитель был тогда в лице, значит, властных наших министров, они сказали, мы не допущим, чтобы редкая такая, уникальная, как бы, так сказать, штучная «Волга» шла не для генералов, а в такси. 3102 потолок был, 5 тысяч, не больше, чтобы она оставалась представительской. Замминистры ездили генералы. Вот. И её искусственно сдержали. Тогда завод нельзя балую серию. Нет, он перешёл тираж 3102, узлы перешли на 24-ю «Волгу», и подошли на 24-10 с начинкой 3702, тормозами, колёсами, интерьером, но подолок колпаком. И вот, могу так сказать, и могло и дальше так продолжаться, если бы позиция руководства и завода, и министерства была жёсткой, держать, сбыт идёт и ничего не вкладывать, ни рубля. Но штампы износились. И на капот, и на эту решёточку штампы износились. И вы знаете, принималось какое решение? Сделать дублёры 24-го кузова, штампы. Я был тогда, слава богу, в руля, не у главного, но подруливал. Я поставил, значит, остро, что делайте, что хотите. Давайте, значит, на новый кузов нет у нас возможности. Тогда кузов 3102, но на поток. И вот так сделали. Мы сделали кузов 3102, но оперение сделали более демократичное, чтобы от генеральской машины не отпоживаться. Появилась 29-я. Это кузов 3102 с упрощением под массовый выпуск. То есть бензобак не за спинкой сиденья, а под полом, чтобы получился и универсал, и газобаллонные машины, и скорая помощь. И вот 3102-9, это был как же кузов 3102, начинка 3102, но с упрощённой формой передней части с прямоугольной фарой. И вы знаете, мы удвоили тираж именно на 3102. Почему? Потому что сбыт автомобиля принял уже потребитель, и потребитель, кто был главным у 3102, это тот, кто в 24-й надоел ему, и он пересел на «Волгу» новую по внешнему виду. И 3102 стало семейным автомобилем. И потом уже попытки, это всё-таки модернизация. А попытки были и в 90-х годах, в 3105, ещё семейство 03, 03, 04. Но это новые поколения автомобилей, они были переднеприводными и полноприводными. И полноприводными, да. От этого, да. Восьмицилиндровый мотор же с тобой пытались поставить. Там было столько много агрегатов оригинальных, что нас не хватало ни разработчиков, ни входит изготовителей. И когда 3105 начали собирать, она шла по технологии мелких серий. Потому что сиденья были от «Вольво» и «Руль». Приборная панель, я в ней сидел даже. Санкт-фабрик «Руль». От «Лянчи» была панель с климат-контролем. Вот это я отлично помню. В магазинах, в оптовой торговле, конечно, стоило денег. Космических денег, да. И по технологии малых серий автомобиль был, по цене-то он был высоким, но по качеству не соответствовал этой цене. Абсолютно, да. И это дословилось, раньше был запрет на ввоз иномарок. А тут его разрешили. И поддержанный «Мерседес» стоил уже, как наше, 30.05. Ещё одна причина. 30.05 создавалось по заявке всё-таки ЦК. И они должны были заменить «Чайку», которую предлительно сняли, в этих гаражах. И под этот «Аван», что ли, под этот заказ мы и делали разработку. А потом заказчик отказался покупать эти машины. То есть надо было платить. Да. И мы остались один-один с рынком. А рынок в это время уже стал жестоким. И себестоимость, ну, можно сказать, и цена не соответствовали качеству мелкой серии автомобилей. Вот. Потом сделали выводы правильные. И не стали так революционно. Но всё-таки новая модель перешли. В 2000 году родилась 31-11. По 11-й там, ну, может быть, не шутку, а уже, значит, такую судьбу решала уже не воля руководителя, а экономика. У «Волги» 11-й, 50% завод делал сам, кузовную частью. Но очень много комплектующих были покупных. Это те же гидроусилители, электростеклоподъёмники там, нейтрализаторы, впрыск. Вот. Поставщики ухватились. Был дефицит тогда как раз. И вот газ создал модель. И они, значит, на нас набросились, но набросились на цены. Все хотели заработать. И заработать нужно было. И стеклозавод предъявил, чтобы делать им поточную линию по изготовлению стекла. Хотели так заработать, что цены сделали. Мы делали половину машины, а половину покупали. Покупная половина стоила 80% цены. Обалдеть. И вот у нас они будут... Это бесперспективная история абсолютно. Да. В 2-3 раза повышенная себестоимость. Пришлось до рентабельности для выживания цену поднять. Можно было цену опустить, если бы тираж был в 100 тысяч. А вышли на тысячи в год. 100 тысяч на тиража нужно было вложиться в миллиарды. Миллиарды наши новые хозяева не вложили. И поэтому, ну, все имеет свою цену. Нужно было вложиться, чтобы потом что-то получить. Экономить на вложениях, значит, мал тираж. Мал тираж – высокая цена. И не застыковалось в этот баланс экономики. А как вы относитесь к истории с покупкой Крайслера Себринга? Ну, отношусь, слава Богу, что это… Я уже не работал. Я не говорю, как бы ваше отношение, как человека, который уже не был… Не принимал решений, да. Здесь решения принимали те уже экономисты, значит, стратегии, которые были очень осведомлены в условиях рыночной именно конъюнктуры. И можно так сказать, что удачно купили. Вместо того, чтобы разрабатывать с нуля новую модель, чтобы догонять всех, догонять так тяжело, потому что надо много очень времени. Решили сразу готовый продукт. И поэтому удачно выбрали объект. Я имею в виду производство, что производство уже можно было, ну, как бы на выгодных условиях приобрести готовое в хорошем качестве. Но вот объект, они подошли неконструктивно. Сам по себе объект оказался не очень кстати к нашей стране. Не соизмерим. Потому что время от их машин ушло, низких машин таких. Во-вторых, для наших условий, как дорожных, машины все-таки для паркета, асфальта. Вот. Как шутку уже наши испытатели, познакомившись с этими машинами, сказали, что самое слабое место – это днище, а самое сильное – это крыша. Потому что ее мыть удобно. Не надо руку поднимать. Вот. Вот в этих словах весь автомобиль. Время этой машины уже упущено. Сам по себе продукт, он ценный, прекрасный, так сказать, если ездить за рулем по хорошей дороге. Но во всем остальном, конечно, он уже пройденный, прошедший. То есть это не «Волга». Да нет, это не «Волга». Какой должна быть «Волга»? Сейчас вот уже, хоть мне и положено знать, тут трудно сказать, почему. Потому что «Волга» всегда, ее имидж, что эта машина неубиваемая, вечная, крепкая. Вот. Но когда она обросла, обросла вот и кондиционерами, и всей сигнализацией, и подушкой безопасности, и нейтрализаторами, впрыск. То есть она усложнилась, конструкция настолько, что, значит, ее неубиваемость стала зависеть от многих электронных систем, которые до сих пор капризничают, особенно в наших условиях, в условиях нашего сервиса. И если вот «Волгу» будут на сервисе бояться, как вот «Туарегов», потому что не каждый к нему с отверткой-то подойдет. Вот. Это резко повысило все, стоимость эксплуатации. И «Волгу» можно было заправлять из бензобака грузовика. Сейчас можно убить этим машину. Вот это усложнение, оно сработало еще и на потребителя. Потребитель стал, когда мы «Волгу» стали начинять в экспортной комплектации такой, он стал ее тоже побаивать. И «Металлик». Все видите, кидайся «Металлик», а как его ремонтируют, и окраска «Металлика». Поэтому вот это усложнение, оно сработало как бы против имиджа. Таксисты, так вот, вот. Но, но. Это не значит, что нужно было, конечно, отказываться от нашей идеи. Надо искать было, конечно, вопросы, мирить вот эту прочность и с новым техническим уровнем. Видимо, вот у меня почему-то такое ощущение есть. Я вот когда увидел новую «Тойоту Камри», я подумал, а вот такой должна была бы быть на самом деле «Волга». Относительно простой, большой и относительно доступный по цене. Сейчас, по крайней мере, «Волге» целиком бы подошел даже современный имидж. Сейчас не «Сайберы», не «Себринги» диктуют моду. Если она была, по крайней мере, как та же «Тойота», такая высокая, такая санистая, мордатая, и чтобы ее не вползать, а входить в машину. Это пошло бы, да. Спасибо, дорогие друзья. К сожалению, наше время подошло к концу. Дорогие друзья, мы говорили о юбилее замечательного автомобиля «Волги» «Газ-24». Автомобиль эпохи. У нас был в гостях тот же человек эпоха Владимир Никитич Носоков, человек, который делал оперение и, собственно, создавал облик 24-й «Волги» в далеком начале 60-х годов. Спасибо большое. Мы очень надеемся, что мы увидим когда-нибудь все-таки нашу новую «Волгу». Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли. А вы оставайтесь с нами. Импровизированная студия на Олтаймер-галерее Ильи Сорокин 2010 года на осеннюю Олтаймер-галерее продолжит свою работу. Редактор субтитров А.Семкин